Второй молодец из ларца. Создание и настройки теста. Часть 2. У меня две новости. Одна не совсем хорошая, а другая очень хорошая. Не совсем хорошая новость состоит в том, что далее речь пойдет о сложноватых для новичков настройках. Зато очень хорошая новость в том, что эти группы настроек почти никто не применяет. Например, в разделе «Итоговый отзыв» можно написать что угодно в зависимости от результата. Вы видите варианты текста в зависимости от результата теста в процентах. Согласитесь, что так можно мотивировать обучаемых. Это лучше, чем просто показывать итоговый балл. Например, если в тесте 80% и более ответов, обучаемый увидит вот такой вот результат. Для любого обучаемого, и перфекциониста, и рентяя такая реакция на тест будет более ценно, чем просто оценка в 5 баллов. Но это делать не обязательно. Раздел «Общие» настройки модуля позволяет скрывать тест. Причем, если есть группы, то можно скрыть от конкретной группы этот тест. Например, в одном курсе есть тест для руководителей, а другой для их заместителей. Контент один, а тесты разные. Также полезно скрывать тест, если он еще не полностью готов. Важно, если вы захотите отредактировать вопрос в тесте, вы можете это сделать. Но если вы хотите изменить вопросы из банка, то вам придется вначале удалить все попытки тестирования, и тогда результаты пропадут. Но есть выход. Вы можете вручную выставить оценки в журнале сами. Группа ограничения доступа кажется совсем незначительной. Но на самом деле она вбирает то, о чем никак не могут договориться многие онлайн-тренеры. Это чудесное свойство, которое я называю условный доступ, дает тому, кто обучает колоссальные возможности для индивидуализированного обучения. Это значит, что доступ к курсу или к элементу курса может зависеть от условий завершения элемента или других условий. Например, обучаемый не получит доступ к тесту 2, пока не завершит, например, просмотр контента. Группа свойств выполнения элемента также очень полезна для управления качеством. Но для начала надо понять, о чем речь. Посмотрите на вот эти меточки. Они показывают выполненный элемент или нет. Она важна не только для самоконтроля, но и для реализации условного доступа. А теперь посмотрите настройки этих меток. По умолчанию стоит вариант студенты вручную могут отмечать элемент курса как выполненный. Студент сам кликает по квадратику и появляется метка. Но это самый не интересный вариант. Более сильный и умный это вариант отображать элемент как выполненный при выполнении условий. Правда тут нужен ваш интеллект. Не волнуйтесь, это легко. Требуется просмотр. Тут все понятно. Просмотрел, значит выполнил. Сколько времени просматривал, не важно. Требуется оценка. Это уже более конкретно. Но если это двойка, то не очень хорошо. Требуется проходной балл. Вот это уже по-настоящему управление качеством. Или все доступные попытки завершены. Тоже интересно, но не так сильно. Планируется выполнение до... Немножко запутывает, поскольку в разделе синхронизация было ограничение по доступу. Здесь речь идет о том, что нужно выполнить тест в установленный срок, чтобы считать его выполненным. А это не одно и то же. То есть после срока можно проходить тестирование, но оно не зачтется. Группа теги. Пока не очень популярная среди авторов курса. Возможно из-за того, что появилось не так давно, а теги это метки, которые позволяют фильтровать тестовые задания при необходимости. И наконец, самая таинственная для России группа компетенции. Никто их у нас не понимает и поэтому не применяет. Возможно эту группу настроек вы захотите изучить в специальном модуле. А пока пропустим. А теперь можем нажать кнопку сохранить и показать. Тут нас ждет неприятный сюрприз. Пока не добавлено ни одного вопроса. Но эту неприятность мы сейчас устраним. Ведь первый молодец уже давно готов. Нажимаем на редактировать тест и поищем глазами ссылку добавить. Выберем там вариант меню из банка вопросов. И тут вот он почти триумф. Выберите категорию. Это у нас уже есть. Видно даже сколько вопросов в этой категории. Все ваши вопросы как на ладони. Нажмите на тип, чтобы выбрать все вопросы. Теперь добавить выбранные вопросы в тест. Но вишенка на торте тут. Максимальная оценка по умолчанию 10 баллов. Обычно мы используем 5. Поэтому исправляем 10 на 5. Это значит, что максимальная оценка всегда будет 5 при любом количестве вопросов в тесте. Это все спросите вы? Да. Осталось вернуться в настройки теста и выставить. Там в группе оценка значение проходной балл, например, 3. Это значит, что метка об освоении этого теста появится только при оценке от 3 баллов и выше. Вот теперь все сделано. Осталось посмотреть на ваш тест и убедиться в том, что он работает как часы. Задание. Завершите настройку теста в соответствии со своим педагогическим замыслом.